МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Трудовая деятельность у меня началась в 1975-го года. Учась в школе, у меня были очень хорошие преподаватели, наставники. Это Сизов Александр Михайлович и Урин Сергей Иванович. Сейчас их нет, они уже ушли из жизни. Но они привели любовь к спорту и к выборе профессии преподавателей физкультуры. То есть, учась в школе, я уже занимаюсь спортом, уже задумался, что я буду учитель физкультуры. Вот моя мечта сбылась. И вот уже, начиная с 1985-го года, и по сей день тружусь учительом физкультуры. Ну, воды много утекло, занимался спортом, лыжным спортом. Он неплохо ходил на лыжах, бегал, был членом сборной области по ДСО Урожай. Раньше было много общественных ведомств, сейчас их нет. Ну и за время своей трудовой деятельности, уже работая в ПТУ, начал трудовую деятельность в ПТУ, 25 имя Анатолия Мерзлова, и продолжаю работать в Михайловской СОЖ номер 3. Занимаюсь с ребятами, как говорится, нас мало, наверное, таких вот осталось еще, преподавателей физкультуры в районе. Не за деньги, а вот именно по совести, чтобы ребята занимались, трудились, показывали свои хорошие результаты в районных соревнованиях, в областных, а для этого надо с ними заниматься там 3, 4, 5 раз в неделю. Мы не считаемся со своим временем. Если перевести все это, то, что мы занимаемся, это перевести на деньги, переводить на деньги. А мы занимаемся с ними 7 дней в неделю с ребятами. То есть получаем зарплату определенную, а работаем намного больше с ребятами. Почему вы так делаете? Ну, а для того, чтобы, во-первых, есть хорошие ребята, которые показывают уже и неплохие результаты в области по лыжам, есть хорошие ребята. А во-вторых, чтобы достичь хороших результатов, надо с ними заниматься как можно больше. Как можно больше. У вас сейчас много таких ребят, выдающихся? У меня вот сейчас создалась такая вот группа. 5 человек есть, которые, да, хорошие ребята, девочки и мальчики есть, хорошие. А где вы с ними занимаетесь, помимо школы? Ну, у нас, во-первых, тренировочная, как можно сказать, такая база, которую мы создали своими руками и помогают еще мне. Тоже есть такие вот люди, которые, увлеченные спортом, мы создали хорошую базу, лыжную базу, я считаю, тренировочную такую вот дистанцию на Черной горе. Эта дистанция создавалась уже лет 10 назад. Потихонечку так вот вырезали, вырубали, вытаскивали, привлекли к этому выпускников школы, которые вот у меня есть, которые нам каждый год выкашивают траву там роторной косилкой. Еще бы, конечно, туда бы подвезти бы дорогу хорошую, отсыпать, и трасса была бы замечательная там. Потому что сейчас дожди пойдут, и уже туда мы не проедем никак. Ну, помимо, если вот дожди, начинаем тренироваться в школе, конечно, в спортивном зале уже занимаемся, физподготовкой. А для этих ребят какие-то особенные тоже задания вы устанавливаете? Конечно, да, они уже тренируются, можно так сказать, профессионально, уже профессионально тренируются. Например, что? Ну, у них там, допустим, кросс-объемы большие, большие объемы имитации с лыжными палками там, без палок уже идут, прыжковые упражнения, там физподготовка более серьезно уделяется, допустим, там уже подтягивания, отжимания, там работа там с канатами уже идет более сложная. А вы сами занимаетесь сейчас спортом? Ну, только физкультурой. Спортом уже закончил, уже все заниматься, а больше уделяю ребятам. Физкультурой в плане учебном вы имеете в виду, учебном вы тренировали, приходим на тренировки, показываю им, как надо правильно выполнить тельные упражнения, как правильно бежать, дышать, как правильно ногу ставить. Все это, конечно, показываю им. А так профессионально уже сам, уже бросил все. Знаете, ну, отбор какой отбор? Я приглашаю всех. Приглашаю всех, но остаются они единицы, потому что лыжный спорт, это и зима, мороз, и слякоть, и дождик. Летом тоже самое, и осень. То есть практически все занятия у нас проходят на открытом воздухе. То есть остаются единички. Приходит много, но остаются единички. Ну, кто остался, значит все уже. До конца своей жизни он будет заниматься лыжами, там кататься с семьей, где-то еще. Вот. Это уже, как говорится, проверено опытом, да. Сам вот проверено опытом. Сам и мои сыновья, оба здесь кончали, тоже занимались лыжами. То есть никуда не денешься. Так и останется до конца жизни. А какой подход к ребятам, которые в стандартном плане учатся? Во-первых, я даю домашнее задание. Допустим, там, ребят, вам вот по тем, кто в сексе занимается, допустим, подтягиваться ежедневно. Такого числа проверяю у вас подтягивания. Допустим. А кто не занимается? Ну, а кто не занимается, я по урокам даю задание обязательно. Какие? Ну, то же самое, подтягивания даю, отжимания, пресс качать. Допустим, там проходим по легкой атлетике метания, допустим, мяча. Говорю, у кого есть мячики дома? Хорошо, у кого нету, там, камушек берите в руку, что-нибудь еще. Только говорю, не в окна бросайте, конечно. А в каких-то сторону? Ну, то есть, на три шага разбег, на три шага им говорю, как правильно метать. Потом проверяю у них, обязательно домашнее задание проверяем. Или, допустим, там есть у нас баскетбол. Говорю опять, ребят, у кого есть там мяч, мячи, я говорю, не обязательно баскетбольный мячик надо брать. Место найдете где-нибудь там, у кого заасфальтировано перед домом, у кого нет. Я говорю, ну, поводите правильно его, мячик для себя. Потому что будете брать почаще мячик, значит, получше будет получаться все у вас. Обязательно проверяю у них, как они учатся. Вот это у меня на первом месте стоит. Вот у меня мальчик один чуть-чуть снизил в этой четверти. Вот, был отличник, но не стал отличником. Там четверка по русскому языку вышла. Вот вы, я его вызвал, мы с ним побеседовали хорошо. Все, стал исправляться. То есть, учебные задания, вот как они учатся, обязательно проверяю. А почему вы этому уделяете внимание такое? А потому что спорт, вот, чем они занимаются, это увлечение, хобби. А учеба это на всю жизнь. Они будут выбирать профессию свою в дальнейшем. Но это вы проверяете только тех, которые занимаются у вас. Те, которые у меня занимаются, да, в секции, да. То есть, у вас такое отцовское отношение к ним? Ну, конечно. Они так и говорят. Это наш второй папа. Бывают ли ребят, которые, ну, которым приходится повторять по нескольку раз? Бывают. Как вы стараетесь все-таки их вывести на верный путь? Вот у меня, допустим, на прошлой неделе седьмой класс был, да, занимался. Вот у них там акробатическое упражнение начинается со стойки на равновесие. То есть, по-народии, ласточка сделает, да. Он ее никак не делает. Три раза им объяснил. Показал лично, как чего. Но ноль он не... Ну, ученик получается так, что он не видит учителя. И не хочет, в первую очередь. Не хочет и не видит. Но я думаю, что мы с ним добьемся это и сделаем. Я добьюсь это. И он будет делать у меня. Вы знаете, если взять даже лет десять назад, если взять десять, ребята были сильнее физически, развитые. Сильнее. А сейчас вот такое поколение пошло, но многие не подтягиваются. Слабее намного. Слабее. В основном у них поменялось мировоззрение. То есть, надо с телефоном играть постоянно. Что-то в играх они сидят. Я говорю, ребята, положите свой телефон. Уберите его. Дайте у вас мозги отдохнуть. Вон, займитесь лучше спортом. Займитесь побольше. Уделяйте внимание. Физкультура, она нужна, как вам сказать. В жизни, я всегда говорю, физкультура вам пригодится. Физкультура делится на четыре раздела. Это легкая атлетика, спортивные игры, гимнастика и легкая атлетика. Я говорю, она вам всегда пригодится. Будете, я говорю, вы женатые, будут у вас семьи, будут у вас дети. И в первую очередь ребенок должен идти к вам. Пап или там мам. А как вот это сделать? А как вот это сделать? Я говорю, будете вы семьями дружить, будете вы где-то отдыхать. Я говорю, вы встанете в кружочек волейбол. И вам интересно будет играть. А если вы не будете играть, не будете, вам стыдно будет выходить. И вы будете стоять в стороне. Физкультура, она сплачивает людей по видам спорта. Кто занимался футболом, он всегда себе найдет компанию футболистов. И будете всегда с ними играть. Найдет, хорошо играл в волейбол, я говорю. Значит, он найдет себе компанию в жизни по волейболу. И будет играть в волейбол всю жизнь. Также и лыжи, и легкая атлетика бегает до конца своей жизни. Какой вид спорта вы любите? Ну, я сам лыжник, я лыжный спорт люблю. Можно сказать одно. Ребята, дерзайте. Дерзайте. Ходите заниматься в секции. И найдете себя. И все у вас будет хорошо.